14 февраля Казанский федеральный университет посетил Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов для торжественного открытия года педагога и наставника в Российской Федерации. В рамках мероприятия ректора вуза Ленар Сафин совместно с директором Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалединовым провели обзорную экскурсию по учебному заведению для Рустама Миниханова, где были презентованы ведущие проекты вуза. Преподаватели и студенты Казанского федерального ознакомили гостей с авторскими шрифтами для татарского алфавита, выставкой монографии, учебников и сборников трудов ученых Казанского федерального университета, а также представили запись цифрового образовательного ресурса и проекты по развитию и продвижению русского языка. Вот наша разработка этих проектов подарила нам вот такую вот студию Рустам Нургалиевич и ректор нашего КФУ. Нам предоставили такую возможность в стенах нашего института заниматься, развиваться и идти дальше. Главная часть торжества – праздничный концерт начался с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее гости мероприятия ждали яркие танцевальные и вокальные номера от студентов и школьников Республики. В завершении Рустам Миниханов рассказал о важности и ценности педагогических работников и вручил государственные награды благодарности Республике Татарстан. Одной из 11 высококлассных специалистов в своей области стала Фаина Ратнер, профессор-консультант кафедры теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского Федерального Университета, за что была удостоена медалью Республики Татарстан за доблестный труд. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представители педагогических династий. Хочу выразить всем Вам слова благодарности за Ваши знания, опыт и мудрость. Сазгар Ахмадов. Открытие года педагога и наставника также посетили руководителя администрации Раиса Республики Татарстан Азгат Сафаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр образования и науки Республики Татарстан Эльсур Хадиулин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гельмуддинов, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель комиссии по соблюдению правил этики депутата Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов. Как отмечает министр образования и науки Татарстана Альсур Хадиулин, в течение года педагога и наставника в республике будут проведены мероприятия по повышению престижа профессии педагога, профессиональные педагогические конкурсы, фестивали, конференции и педагогические чтения. Также в планах издать книгу об истории системы образования Татарстана и восстановить Музей истории образования республики. Эльсур Ходиолин подчеркнул, что в Татарстане многое делается для подготовки педагогических кадров. Я считаю, главной задачей в этом году, еще раз повторюсь, изменить отношения. Это любовь к родине, это их любовь к нашим учителям, через воспитание и молодежи, через воспитание определенного поколения, потому что есть поколение, которое тоже нуждается, может быть, перевоспитанием, потому что без своих учителей мы никак не можем гордиться своим будущим. Напомним, 27 июня 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.